СЕЙЮН ГОЛОС СЕРДЦЕ Ведущая Екатерина Гончарова Пары кружатся в танце и скользят по паркету в Ледовом дворце труд Торжество красоты и спорта зрителям подарили лучшие танцоры страны Появление паркета, да и самого труда в Нарьенмаре не случайно Спортивные танцы пришли в наш регион благодаря губернатору Ненинского округа Игорю Федорову Чтобы превратить ледовую арену в танцевальную, специалисты укладывают пластиковое покрытие Поверх него полиэтиленовую пленку, чтобы избежать попадания влаги И уже после всего этого собирают паркет Занятие это совсем не простое, нельзя ошибаться даже на миллиметр Составные части паркета должны плотно прилегать друг к другу В итоге покрытие соответствует самым высоким требованиям, которые предъявляются к паркетам для спортивных танцев Помимо танцевальной площадки, специалисты монтируют и зрительные трибуны на 208 мест Включая балконы, зал может вместить до 700 человек Впервые ритмы Арктики зазвучали 19 декабря 2010 года На паркете выступили 16 сильнейших пар Кандидаты и мастера спорта, среди которых призеры чемпионатов России, Германии и Чехии Стаюмерт И ДИНАМИ! ПОСОРА РИНsystem ШОПА Пары соревновались по двум программам. Латиноамериканская – самбо, чичича, пасадобль, румба и джайв. И европейская – вальс, танго, фокстрот и квикстеп. Кубков губернатора тоже было два. И оба достались одной танцевальной паре, которую судьи признали лучшей по итогам обоих конкурсов. Светлана Тихонова и Илья Мазуров – представители Московского танцевального клуба «Мелодия». Наринмар представляла танцевальная пара Кирилл Смирнов и Юлия Андреева – оба чемпионы Архангельской области среди молодежи. Кирилл и Юля работают в культурно-деловом центре. Их мечта – поднять танцевальный спорт в Наринмаре на новый уровень. Одними из гостей турнира стали Максим Герасимов и Василиса Мельникова. На соревнованиях они представили танцевальный клуб «Академия». В Наринмар пара приехала в первый раз и получила массу впечатлений от знакомства с городом. Максиму и Василисе достались бронзовые кубки в обеих номинациях. И хотя это не абсолютная победа, свои цели танцоры все-таки добились. За один год в Наринмаре появилась Федерация танцевального спорта Ниньцкого округа. Вместе с КДЦ «Арктика» и Управлением культуры они организовали праздник во второй раз. В 2011-м ритмы Арктики стали еще масштабнее. В соревнованиях приняли участие уже 20 пар из Архангельска, Усинска, Санкт-Петербурга и других городов. Некоторые посетили Заполярную столицу уже во второй раз. Например, пара из Череповца, Артем Виноградов и Алина Воробьева. Признались. В 2010-м году их выступление было не самым удачным. И на этот раз в Ниньцкий округ пара приехала за победой. Однако завоевать золото Артему и Анне все же не удалось. Им досталось почетное пятое место. Но впечатления от ритма в Арктике у танцоров все же остались самые лучшие. Мне в первую очередь понравилась публика, как принимала, понравилась обстановка, атмосфера. Все было клево. Очень приятно, очень здорово здесь и на самом деле очень тепло принимают. Огромное спасибо, что нас пригласили. Я думаю, со временем это мероприятие и соревнования, которые здесь проходят, станут статусным своего рода. И даже вот буквально уже в этом году намного сильнее состав, и соперники намного сильнее, и намного интереснее танцевать, и это неприятнее. Пара из Москвы – Ильяна Сокал и Александр Муретов – исполнили танцы Старого Света. Говорят, что приехали в заполярную столицу не ради победы. Ильяна Сокал и Александр Муретов стали лучшими в европейской программе соревнований. Кроме профессиональных пар в «Ритмах Арктики-2011» приняли участие и начинающие танцоры – малыши из Наринмара. Бальными танцами они занимаются всего год и только постигают азы мастерства. Победителями «Ритмов Арктики-2011» стали Илья Мазуров и Светлана Тихонова из Москвы. Они второй раз увозят с собой главный трофей соревнований – Кубок губернатора. В 2012-м Наринмар на один день снова стал танцевальной столицей Северо-Запада России. Уже 23 пары из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Сыктывкара и Мурманска съехались в Ненецкий округ, чтобы попороться за Кубок губернатора. Зрелище получилось ярким. В Заполярном Наринмаре уже третью зиму подряд становится аномально жарко. На паркете Дворца труд разворачиваются романтические истории и бурные романы. Страсть, грация, адреналин и чувство без слов переполняют участников «Ритмов Арктики». В финал из 23 пар прошли только 14. Лучшие из лучших – по 7 европейцев и латиноамериканцев. Это вообще самые сильные за последние три года конкурсанты, скажут позже члены жюри. А сами спортсмены признаются – при такой поддержке болельщиков танцевать очень приятно. Мне понравилось. Правда, безумно понравилось. Атмосфера потрясающая. Зал очень хороший. Все очень понравилось. Я, честно, я даже не ожидала. Лучший турнир за три года. Больше опыта. Если какие-то, может быть, были недочеты в предыдущие годы, то в этот раз, по-моему, прошло все очень-очень хорошо. Прекрасный состав участников. Интересные шоу-номера. Поэтому я думаю, что те люди, которым посчастливилось попасть на этот турнир, получили большое удовольствие. И я, кстати, тоже. Тимур Имамеддинов и Екатерина Николаева в последние 8 лет не просто танцуют, живут танцами. В свой путь начинали порознь. Пара стала лучшей в России и в Европе. В 2011 году стали вторыми на чемпионате мира. Несмотря на столь высокий уровень и статус, здесь на ритмах Арктики танцевать в полноги у пары не получилось. Во-первых, соперники достойные. А во-вторых, совесть не позволила. У нас в паре огромная совесть стоит рядом со мной, которая просто ни в коем случае не позволит ни себе, ни даже мне немножко расслабиться. Самбо, ча-ча-ча, румба, посадо, бальджаев. Пять танцев, как пять маленьких прожитых жизней. По итогам конкурса Тимур и Екатерина стали лучшими в латиноамериканской части программы. В европейской лучших также определяли по пяти танцам. Медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп. Кубок губернатора достался Екатерине Рябогиной и Дмитрию Капусте. В этом году ритмы Арктики пройдут 30 ноября. Билеты на танцевальное шоу можно будет приобрести в кассах Ледового дворца труд. О том, какие еще мероприятия подготовили для вас работники культуры, вы узнаете из нашей традиционной рубрики «Афиша». 16 ноября в 19 часов в холле второго этажа культурно-делового центра Арктика начнется дискотека 80-х-90-х. Для жителей и гостей города организаторы подготовили необычную танцевально-развлекательную программу. В выставочном зале Наринмара продолжают работу экспозиция «Красавица русского театра». На выставке представлены роскошные театральные костюмы и аксессуары «Див». Серги и сумочки из гардероба императорских театров, кошелек, ручное зеркало, бинокль «Веры Холодной» и многое другое. Все предметы представлены Санкт-Петербургским музеем театрального и музыкального искусства. «Союз женщин России» Нейнского округа совместно с Клубом деловых женщин «Камея» и выставочным залом проводят традиционную выставку «Я вышиваю», посвященную Дню Матери. Работы принимаются в выставочном зале в кабинете номер 128 до 19 ноября. В 22 ноября в этнокультурном центре Нейнского округа пройдет творческий вечер мастеров декоративно-прикладного творчества «Пороскева пятница». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Сиюн Голос сердца». Я желаю вам радужного настроения. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok